Мировой кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, дает шанс нашим производителям занять новые экспортные рынки. Для этого государство всесторонне поддерживает предприниматели. Но эксперты обращают внимание на необходимость индивидуального подхода к применению государственных преференций. Юлана Чаус продолжит. Сохранение потенциала среднего и малого бизнеса в условиях чрезвычайного положения сейчас одна из приоритетных задач. Глава государства озвучил беспрецедентный пакет мер господдержки. По мнению экспертов, в условиях мирового кризиса это дает отечественным производителям уникальный шанс выйти на новые рынки. В целях снижения себестоимости наших экспортных товаров возмещается до 50% затрат по транспортировке готовой продукции. В целях поддержки средних быстрорастущих компаний запущена программа экспортной акселерации. Она позволит предпринимателям на безвозмездной основе получить не только консультации в экспортных вопросах, но и глубокий анализ слабых и сильных сторон, экспертную оценку и полное сопровождение до выхода на экспорт. При этом государственная поддержка должна использоваться рационально, считают специалисты. Так, налоговые преференции для наиболее пострадавших отраслей должны применяться с учетом индивидуальных особенностей каждого предпринимателя. К примеру, столовые в больницах стабильно обеспечены государственным заказом. В этой связи, как мне кажется, предоставление преференции по налогам предпринимателям отсутствует, так как ему и так поступает гарантированный доход от государства, и в то же время отмена уплаты и начисления налогов послужит для него дополнительным доходом. Внимательного и персонального подхода, по мнению экспертов, также требует вопрос оплаты аренды. Это актуально для участников проектов государственно-частного партнерства. Продолжение следует...